Здравствуйте, Владимир Владимирович, еще раз спасибо большое, что пришли к нам, очень рада вас видеть в нашем новом доме. Здесь было, ну чего-то не хватало, сейчас теперь здесь стало теплее, уютнее. Ну вот меня представили как боевого корреспондента. Некоторые считают, что репортеры вообще все это солдаты, бойцы невидимого фронта. Вот действительно, в последнего года приходилось ездить на фронт видимый. Много работали в местах, где проходит настоящая война. Много времени я провела в Сирию, вот последний раз, там, да, 54 дня. Страну объездили вдоль и поперек, буквально зашли в каждую деревню, в каждый город. Были в странах, соседних странах, где, ну, в большинстве случаев не поддерживают действующий режим Ассады. И вот что бросилось в глаза и что поразило, с каждым моим приездом я отмечала, что все больше и больше людей вовлекают все в конфликт. Мы поговорили с колоссальным количеством народа, совершенно разным. Ну, как вы сами тоже подчеркивали, ваше раз это не ангел, поэтому, естественно, приходилось встречаться с теми, кто открытый, откровенно его ненавидит. И они обозлились очень сильно, на всех и на вся. И вот, приближаясь к моему вопросу, есть среди них и те, которые обозлились на Россию. Вот прям сильно, серьезно обозлились. За что? Кто-то за бездействие, что, мол, нет речительных мер, чтобы остановить кровопролитие. Кто-то, наоборот, за действие, мол, поддерживаете Ассада, поставляете оружие. И вот все как-то ждут чего-то от России, все надеются, все спрашивают, почему Россия так, почему Россия не так. И если уходить от сирийского конфликта, это везде, в Сербии, просто на каждом шагу, там, на баррикадах в Косово, что, где Россия, или там, в Иране вот сейчас мы были, даже на Малии вспомнили. И вот, как президента этой страны, я бы хотела, вот, задать вам вопрос от лица этих людей. Как президента? Или вы как президент? Нет, 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 я хотела сказать, как президента этой страны, я хотела вас спросить. Вот. Кого вы набрали? Так вот, мне что людям этим отвечать? Подсидеть хочет, Владимир Владимирович. Да, у вас только был длинный вопрос, я постараюсь ответить как можно короче. Но прежде всего, вот вы сказали, что я сказал однажды, что Башар Асад не ангел. Я об этом не говорил. Я стараюсь быть очень аккуратным в этих выражениях. Но что я говорил? Я говорил о том, что в стране, видимо, назрели какие-то серьезные, не какие-то, а серьезные изменения. И руководство страны должно было это почувствовать вовремя, и эти изменения начать проводить. Это очевидный факт, и иначе бы вот то, что сейчас происходит, не произошло бы. Это первое, что я говорил. Второе, я говорил, что мы не являемся адвокатами действующего правительства и самого действующего президента Башара Асада. Но что нас беспокоит, и в чем заключается наша позиция? Да, вот что еще бы не хотелось, еще раз скажу. Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в конфликт между различными направлениями в исламе, между шиитами и суннитами. Это внутреннее дело самого ислама. У нас очень хорошие отношения с арабским миром. У нас отношения хорошие с Араном, слава богу, и так далее. Но вот что нас беспокоит, и почему мы занимаем такую позицию, о которой вы знаете? Вы посмотрите, что происходит в регионе в целом. Египет до сих пор лихорадит. Ирак явно неспокоен и нет уверенности в его единственное будущее и сохранении терроризиальной целостности. Емин неспокоен, Тунис не угомонился, в Ливии происходят межэтнические столкновения, межплеменные. То есть весь регион погрузился как минимум, я очень аккуратно скажу, в состояние неопределенности и конфликтов. И еще Сирия туда же. Во-первых, на мой взгляд, почему это происходит? Потому что некоторым людям со стороны думается, что если весь этот регион как бы причесать под ту гребенку, которая кому-то нравится, и которая кем-то называется демократией, то там будет мир и порядок. А это совсем не так. Без учета истории, традиций, религиозных особенностей этого региона делать ничего нельзя. Особенно нельзя вмешиваться со стороны. Ну вот вмешались события в Ливии. Хороший был, плохой режим. Но уровень жизни был самый высокий в регионе. Что там сейчас происходит? Происходит борьба за ресурсы. Непрекращающаяся межплеменная борьба. Во что это превратится, никто не знает. Нас очень беспокоит, что если так же мы будем действовать и в Сирии, то там будет такое же состояние. Нам что, мало того пространства неопределенности и терроризма, который образовался между Афганистаном и Пакистаном, где никто ничем не управляет, только база боевиков там функционирует. Разве мы этого хотим? А это совсем близко от наших границ. Вот это нас беспокоит прежде всего. Это первое. И второе. Нас беспокоит будущее всех этнико-религиозных групп, которые проживают на территории Сирии. Мы хотим, чтобы там установился долгосрочный миропорядок. Были обеспечены законные интересы и права всех людей, которые там проживают. И поэтому наша позиция всегда заключалась в том, чтобы сначала дать возможность людям определиться с тем, как будет выстроена власть в Сирии. Как будут обеспечены законные права и интересы и безопасность всех, кто там проживает, а потом уже на основе этих договоренностей переходить к каким-то системным изменениям. А не наоборот. Сначала всех выгнать, а потом погрузить в хаос всю страну. Ведь на что нам наши коллеги не могут ответить? Вот одной из ключевых организаций в стане так называемой вооруженной оппозиции является, здесь арабисты, наверное, есть, мне подскажут, организация Ан-Нусра, да? Да, Ан-Нусра. Да, Ан-Нусра. Ну вот. Это одна из ключевых организаций вооруженной оппозиции. Госдеп США признал ее террористической и связанной с Аль-Каидой. Она, собственно, этого не скрывает. И что? Она будет входить в правительство? Будущее. Нам говорят, нет. А я говорю, а как, возьмете газетку и их прогоните, как мог? Нет. А что будет? Не знаем. Но это, вот это же не шутки, это же все серьезные вещи. Значит, или другой пример. С одной стороны, поддерживаем некоторые организации, которые воюют в Сирии против Асада, а с другой стороны, эти же страны, которые их там поддерживают, воюют с ними в Мали. Это не только одни и те же организации, те же самые люди. Часть людей ушла в Мали и там воюют. Там с ними борются. Потом они переезжают назад в Сирию, их там начинают поддерживать. Ну, где логика? И к чему это все приведет? Понимаете, это же не пустые фразы, не пустые слова. Я очень надеюсь на то, что вот те инициативы, которые были выдвинуты и президентом Египта, вот мы с ним недавно встречались в Сочи, и он предложил более активное участие стран региона, инициатива премьер-министра Великобритании, которая исходит из того, что необходимо подключить более активно постоянных членов Совета безопасности ООН, и инициатива Министерства странного дела России и Госдепа США, вот то, над чем сейчас мы все вместе работаем, что вот эта совместная работа даст, наконец, шанс для урегулирования в стране. Спасибо. Вы говорите о Иране, у вас есть целый веб-сайт, который приводит к остановке войны. www.stopiranwar.com Do you see a replay of what happened in the lead-up to the war with Iraq? The allegations of the weapons of mass destruction, the media leaping on to the bandwagon? Well, in a way, but, you know, history doesn't repeat itself exactly twice. What I did warn about when I testified in front of Congress in 2002, I said, if you want to worry about a state, it shouldn't be Iraq, it should be Iran. But this government, our administration, wanted to worry about Iraq, not Iran. I knew why, because I'd been through the Pentagon, right after 9-11, about 10 days after 9-11, I went through the Pentagon, and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, sir, you've got to come in and talk to me a second. And I said, well, you're too busy. He said, no, no. He says, we've made the decision we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq? Why? He said, I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. So I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no, no. He says, there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, this is a memo that describes how we're going to take out seven countries in five years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. I said, is it classified? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. And I saw him a year or so ago, and I said, do you remember that? He said, sir, I didn't show you that memo. I didn't show it to you. I'm sorry, what did you say his name was? I'm not going to give you his name. So go through the countries again? Well, starting with Iraq, then Syria and Lebanon, then Libya, then Somalia and Sudan, and then back to Iran. And the administration has stubbornly refused to talk with Iran about their perception, in part because they don't want to pay the price with their domestic, or the U.S. domestic political base, the right-wing base, but also because they don't want to legitimate a government that they've been trying to overthrow. If you were Iran, you'd probably believe that you were mostly already at war with the United States anyway, since we've asserted that their government needs regime change. And we've asked Congress to appropriate $75 million to do it, and we are supporting terrorist groups, apparently, who are infiltrating and blowing up things inside Iran. And if we're not doing it, let's put it this way, we're probably cognizant of it and encouraging it. So it's not surprising that we're moving to a point of confrontation and crisis with Iran.